добрый день дорогие я сегодня снова с вами мы сегодня с вами поговорим об очень интересных вещах но прежде чем поговорить об этих вещах я немножечко хотел сегодня поговорить еще о других итак навеяло прямо буквально за некоторое время назад смотрите во первых напишите пожалуйста как меня видно слышно я все забываю это сделать меня видно слышно отлично итак я не буду долго ждать и мы будем с вами разговаривать на следующей тему ребята скажите вот поверьте мне на слово все что я говорю здесь я буду говорить только для того потому что я очень вас всех люблю только поэтому вы должны слушать что я говорю а не обижаясь ни на какие слова ни на какие действия какие может быть для вас какие-то звучащие как вы думаете оскорбления ни в коем случае все что я буду говорить если я где-то буду говорить когда в адрес кубой критику кого какую-то давать это не для того чтобы самому показаться на вашем фоне лучше ни в коем случае я еще тот а для того чтобы вы не повторяли тех ошибок которые мы сами уже с вами которые мы делали то есть есть же такая знаете классная пословица что умный человек учится на чужих ошибках а дурак на своих поэтому я очень хотел бы чтобы мы все бы с вами были умными людьми и ребята я бы хотел наверно в будущем мы сделаем такой небольшой семинар семинар как правильно говорить как завладеть аудитории я не просто говорю это сейчас я не хочу говорить ни о ком человеке вообще ни о ком из вас я просто говорю о том как правильно говорить ребята когда мы говорим это очень важно мы сделаем обязательно такой тренинг как правильно разговаривать как завладеть внимание аудитории чтобы завладеть внимание аудитории необходимо менять свои приоритеты необходимо менять тон разговора необходимо менять тембр необходимо менять взгляд необходимо говорить какие-то вещи которые для вас будут вбиваться в голову а иногда надо сказать очень слегка для того чтобы человек вас услышит иногда он не слышит очень важно говорить открытым ртом вам надо посетить обязательно тренинги те кто спикеры пожалуйста попробуйте говорить открытым ртом можно говорить смотрите каким образом можно разговаривать люди дело то что когда мы говорим это показывает наше состояние ума насколько мы сильны насколько мы активны насколько мы лидер насколько в нас горит гормон счастье радость и сила успеха если гормон горит не очень сильный человек стесняется ничего страшного стеснение это еще не свойства характера стеснее это пока временное явление не разработанного мозга ума для этого мы и разрабатываем мозг для этого мы начинаем говорить вот смотрите как можно сказать фразу здравствуйте ребята я сегодня хотела бы рассказать вам системе которые в нашем бизнесе мы планируем потому что если мы вы придете канал бизнес то мы все с вами вместе достигнем большого успеха можно сказать следующее здравствуйте дорогие друзья я хотела сегодня бы вам рассказать очень интересную ситуацию дело в том что я год назад пришла в компанию какую-то там и начала делать вот такие-то вещи посмотрите что это привело какому результату какому успеху я понимаю что я сейчас говорю какие-то вещи которые сложно некоторым поговорить но дело в том что я был на вашем месте на всех ваших местах все люди которые здесь существуют сейчас я прошел через все стадии стадии вот такого говорения стадии вообще молчания стадии заикания стадии вообще неизвестно чего говорения и тек с меня под 33 струя и так далее я что стал делать ребята возьмите себе этого во внимание перед вами есть зеркало поставьте себе цель научиться говорить открытым ртом поставьте перед собой зеркало и говорите в зеркало свою презентацию я так делал на своей бедной супруге я отчитывал на ней свою презентацию в течение двух-трех месяцев пять-семь раз в день она уже сказал как ты мне надоел но сначала говорил а потом уже молчал и в итоге через несколько месяцев вы начнете говорить так как вы хотели бы как вам надо говорить как говорят лидеры вас организуется правильный речевой поток поэтому я вот сегодня просто хотел это сказать ребята на самом деле да запишите на видео себя потом посмотрите я очень часто записывал себя на диктофон но честно говоря мой голос мне очень не нравится как он звучит с экрана это просто для меня просто какой-то кошмар я не буду говорить матерно но не важно есть дайте такой голос высокий петушиный так называемый голос вот у меня он такой но можно менять тембральные характеристики своего голоса в момент рассказа то есть вы например переходите на какие-то другие тембральные вы говорите вот такие вещи изучают артисты они могут разговаривать разными вещами они могут говорить басом они могут говорить очень интимным таким голосом который может возбуждать а можно говорить голосом который будет проникать вовнутрь то есть вы можете вбивать слова в человека вы можете вкладывать в них свой успех вот этому всему нужно учиться это актерское мастерство я думаю это актерское мастерство я думаю нам надо посетить обязательно этому семинару актерскому мастерству дело в том что мы в этом бизнесе Не просто занимаемся бизнесом, мы в этом бизнесе живем, мы живем на этой сцене, сцена называется «Наша жизнь, успех, Арифлейм», мы живем на этой сцене, мы проживаем каждую жизнь. Поэтому сегодня я для вас приготовил маленький такой семинарчик, маленький, небольшой, как правильно развить в себе личностные качества, как правильно прийти к успеху. Ведь успех это по большому счету ваша жизненная кредо, есть у вас это кредо, вы придете к успеху, не важно где, в любом бизнесе, в любой работе, на любой работе, когда я приходил на любую работу, я везде достигал какого-то результата, в любой работе. Результат был выше среднего всегда, был очень высокий достаточный результат, поэтому я для себя понял, что человек, который хочет что-то сделать, он всегда добьется успеха, в любом. Надо в нашей жизни, нужно жить эту жизнь, а не проживать ее. У меня очень много примеров моих родственников, друзей, которые проживают эту жизнь, сидя за планшетом, за компьютером, они убивают каждый день своей жизни. Вместо того, чтобы что-то сделать для блага себя, своей семьи, для блага друзей, для блага вообще мира энтропии, они убивают свое время, свою жизнь. Они просто его куда-то выкидывают на помойку. Поэтому сейчас ваша главная цель в этой жизни не прожить день, а жить его. Жить так, чтобы в конце дня вы понимали, что этот день вами прожит не зря. Вы знаете, есть классный, я еще раз повторю эту фразу, само по себе произведение ни в чемное, ни о чем, оно как бы делалось на заре коммунизма. И дело в том, что во время коммунизма, конечно же, была очень серьезная идеологическая подоплека всего этого, поэтому и при коммунизме такое долгое время люди прожили, так называемом коммунизме, развитом социализме. Ну, вам не понять, что это такое. Это когда в магазинах ничего нет, но вот ты веришь, что через два года или через месяц там что-то появится. И так ты веришь в это все оставшуюся жизнь. Вот это и называется социализм развитой. Поэтому, понимаете, тогда было тоже своего рода зомбирование. Это было зомбирование с телевизора, с газет, с микрофонов, с диктофонов, с громкоговорителей. Нам тоже говорили, но нам говорили другую информацию, и эта информация позволяла нам идти вперед. Мы жили каждый день, мы ожидали чего-то хорошего. Это неправильно. Нужно жить не ожидая, нужно делать и в конце рабочего дня понимать, что ты прожил жизнь эту, не просто ожидая, что тебе манна небесная свалится на голову, а ты достиг какого-то маленького результата. Например, для меня, хочу сказать, я последние два дня сделал регистрационную страничку, я сделал блог. Для меня это был кошмар на улице Вязов. Но я его сделал, а сейчас оказывается, что это совершенно просто. Сейчас я буду делать еще один другой блог уже. Ну то есть, дело в том, что я человек обучаемый. Для меня главное показать и самое главное найти. Спасибо тебе большое, спасибо тебе огромное за то, что ты меня вперед направляешь. Итак, да, поэтому я сейчас начинаю, я начал уже работать с людьми, у меня идут регистрации. У меня одно из самых высоких показателей сейчас в моей структуре, в нашей структуре, один из самых высоких показателей активности. Ну, он не самый высокий, хотя я знаю, что здесь запаздывает информация. У меня каждый каталог активность выше 80% в персональной группе. Сейчас показатели рекрутинга очень уже начинают расти. Я строю новые ветки. Ну, не важно, это как бы обычный процесс. Да, какой-то момент был в моей жизни, когда я сказал, я в отпуске. Отпуск закончился, и мы постепенно вкладываемся в новую работу. Итак, каков ваш девиз в жизни? Вы должны обязательно найти себе девиз. Как-то у меня мой спонсор спросил. Валентина, скажи, а какой у тебя девиз в жизни? Я говорю, мою кредо всегда. Вы знаете, как ни странно, эта кредо звучала в фильме «12 стульев», рассказал его совершенно дебилый персонаж, но это действительно так. Я готов ко всему, всегда, в любой момент жизни своей. Я готов к любым изменениям в своей жизни. Я готов к любой революции в своей жизни. Я готов идти вперед. Я готов не отступать. Я готов меняться. Я готов ко всему. И я это делаю. Единственное, что я могу это сделать чуть быстрее, чуть медленнее, чуть отсроченной или чуть запоздалой. Но никто никогда вам не скажет, что если вы поставили перед собой цель заработать миллион долларов в своей жизни, сказали, вы поставили цель, через 5 лет заработать миллион долларов. Ну извините, заработали через 6. Никто никогда вас лохом не назовет. Никто никогда не скажет, ой, лох идет. Он сказал, через 5 лет заработать миллион, а через 6 заработал. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу это не делать я завтра начну рекрутировать вечером говорят вот все завтра утром встают и находит 250 отмазок чтобы этого не делать поэтому ваш найдите свой девиз в жизни свой у меня свой девиз я забыл сказать про ту самую фразу которая прозвучала у папки корчагина понимаете в чем дело классная фраза она потрясающая вы должны прожить свою жизнь так чтобы вам не было мучительно больно в конце жизни за вашу прожитую жизнь понимаете вы должны прожить жизнь свою так чтобы вам не было стыдно перед людьми которые находятся рядом с вами перед вашими детьми которые подумают ну и что ты мне оставила как ты жизнь свою прожила считала последние копейки хлеб покупая сидела в квартире в которой ты ремонт не можешь сделать поэтому попробуйте жизнь свою изменить для того чтобы ее изменить вам необходимо изменить некоторые параметры своего существования первое параметр поверьте в себя самый главный параметр для вас сейчас это начните думать категориями успешного человека ребята это не моя мысль это мне мысль вложил в голову путем годовалого вбивания в мой мозг этой мысли мой спонсор георгий петрович внучков наш вышестоящий спонсор сообщил директор дай бог ему сто лет жизни мне пусть он радуется жизни я ему благодарен очень много по крайней благодарен ему как тому чем я стал ведь то что сейчас перед вами на экране произошло существует этот человек на 70 наверно процента повторяет от своего спонсора на 70 процентов я не знаю кто то знакомная с ним да на 70 процентов я повторяю сейчас своего спонсора георгий петрович внучков до этого я был совершенно другой человек поэтому он не говорил плите начни думать категориями успешного человека я был как я буду думать категории спешком 20 копеек кармане а мне нужно 20 тысяч рублей надо он будет прежде чем у тебя появится эти 20 тысяч рублей ты должен начать думать что они у тебя уже есть кармане должен четко полностью а понимать что эти деньги уже у тебя только тогда ты а эти деньги тебе придут они приходят тому человеку который готов их осознать я уже говорил на эту тему много раз то есть человеку дать миллион рублей через 99 процентов через год от у этого этих денег не останется и у них будет столько же долго сколько было у него до того примером перед этим моя родная семья моя сестра мои племянник ну и тогда и другая сестра вот все одно и то же что бы в жизни не происходило всегда возвращается на круги своя нищета 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 думать никто не хочет мыслить никто не хочет ну и что ну даже если они мои родственники я не могу свой мозг вложить в них и вы никогда не сможете это делать поэтому никогда не уговаривайте человека никогда не делайте за него его работу никогда не дайте возможность но никогда не провоцируйте неудачника на удачу это будет воспринято как оскорблением очень долго будете сожалеть о том что вы так говорили своим родственникам и так я сейчас хочу рассказать вот такую классную фразу которые вы видите это фраза моего любимого директора и донсковый спасибо тебе за эту фразу я всегда буду использовать эта фраза как то она мне сказала я знаю что я уже говорил я повторяюсь я старый человек повторяюсь она мне сказала какой то фраза я бы слушай но от родственники она беда родственники не поддерживайте они поддерживают я бы и чё я никогда никакому своему самому любимому человеку не позволю украсть свою мечту даже самому любимому человеку то есть понимаете в чем дело вот в чем дело вы не должны позволить никому украсть свою мечту сколько людей или тебя отговаривала от этого бизнеса не занимайся это все ерунда тебя обманывают что говорил им ребята отвалите это моя мечта и вы не посмеете у меня ее украсть никогда поэтому что вы должны сделать вы должны четко понимать что вы хотите четко видеть свою мечту и как только поползновение на вашу мечту совершается давать отпор прям со всех сторон отпор давать самый сильный отпор давать невзирая ни на что но у вас она должна быть мечта она должна быть хотя бы потому чтобы вы вставали рано утром если мечте нет человек утром не встает ему незачем жить у него нету цели если человек оказался посредине океана на лодке и у него нету и он не знает куда плыть у него нету цели плана хотя бы по звездам хотя бы по движению я не знаю волны куда угодно но в какую-то место надо нацелиться бить в это место он так и останется посредине этого океана никуда я хочу вам привести очень интересную такую маленькую притчу а вот ну не притча это как бы рассказывать такая представляете город предположим париж да и там устроили гонки с одних ворот на в одни ворота надо въехать от других ворот надо выехать через весь париж проехать вот представьте себе участвует два гонщика поставили один на запорожце такой дедушка на запорожце старенький такой а второй на шикарном мерседесе на турбонаддует там не знаю супер-пупер родстар какой-то знаменитый шумахер я не знаю сейчас конечно извиняюсь шумахер не ездит но гухар какой-нибудь знаменитый гонщик и вот представьте себе что тот который на запорожеце ему дали карту парижа или четко написано как надо ехать и как доехать до тех ворот а тому человеку который едет на классной тачке великий гонщик не дали карты и он не знает как доехать скажите кто из них первый проедет этот париж и приедет к воротам куда надо приехать как по вашему ну я думаю приедет наверное дедушка потому что хоть у него и запорожец и будете ехать со скоростью 5 км в час но у него есть точная цель куда ехать вот за этим поворотом направо там 200 метров налево там 450 метров прямо потом на перекрест а шумахер будет ездить по всему парижу он заедет во все бани во все раздевалки во все душевые во все кафе во все забегаловки только потом кто-то ему может быть скажет а если нельзя говорить то и не скажет он не приедет никуда поэтому у вас должна быть мечта ребята обязательно эта мечта должна быть осуществимой но трудно осуществима она должна быть очень далекой но она должна быть осуществимой и попала это по каким мечтам у вас должны быть маленькие цели какое еще вы должны понимать кредо что такое кредо в вашей системе в вашей системе в вашей системе жизни оценок должно быть первое кредо думайте позитивно не просто категория неуспешного человека есть успешные люди которые думают негативно хотя их мало но бывают такие какие то моменты вы должны думать позитивно всегда что бы в жизни не происходило вы должны искать в половине стакана большую часть а не меньшую вы должны понимать что выйдя из дома на вас упал кирпич а мог бы упасть пол дома и вы точно вы погибли отпал только кирпич и он сделал так что вы оказались на на койке в больнице а там познакомились с ольгой мальцевой вернее с ее спонсором которая вас зарегистрировала и вы стали директором да оль если ты сегодня у нас с нами слушаешь ольгу мальцева зарегистрировали в больнице она там лежала в больничке а вы зарегистрировали человек который как бы давным-давно ушел с арифлэйма ей не интересно она зарегистрировала она глупенькая ну неважно но появился человек, который оказался не глупый. То есть, понимаете, в больнице, просто человек лежал в больнице, ничего не предвещало, ничего. Ей рассказали, но она даже не поверила, но потом пришла. И вот она сейчас директор, один из наших ведущих менеджеров. Итак, думайте позитивно всегда. Успех придет только тогда, когда вы начнете мыслить позитивно категориями успешных человек. Учитесь всегда и везде. Вот это должны стать вашим жизненным кредо, вашей жизненной позицией. Вот какие головой говорили, я вам слава. Возможно, что вы сейчас воспримете это как очередные мотивационные какие-то там плюшки дают. Нет, ребята, я через это прошел. Если этого не понимать четко, не видеть этого, не делать этого, не будет успеха никакого. Пока мы будем приходить к человеку и говорить ему информацию, а в глазах у нас будет пустота и неверие в то, что вы делаете, за вами никто никогда не пойдет. Читайте, что здесь написано. Вот это надо использовать обязательно в порядке. Пользуйтесь опытом успешных людей. У вас перед вашими глазами есть успешные люди. Знаете, вам будет сложно иногда общаться с успешными людьми, потому что успешные люди – это не жилетки. Они не будут выслушивать ваше плакание. И я вам рекомендую стать такими же успешными людьми, когда вам приходят ваши консультанты и начинают плакать. «А у меня ничего не получается. А вот это – нет, никакого эффекта я, наверное, уйду». Вы скажите ему следующее. Скажи, пожалуйста, я каким-нибудь образом приняла участие в твоей проблеме? Ну вот у тебя проблема там какая-то. Я каким-нибудь образом принимаю участие в этой проблеме? Или это проблема твоя личная? Он скажет, нет, это моя. Ну тогда я предпочитаю с этими связываться свои проблемы. И свои проблемы должен решать сам. Это один из способов определить лидера. Лидер решает проблемы. А те люди, которые будут плакать, они ищут жилетки. Никогда ни один лидер плакаться не будет. Он может прийти и сказать, что мне делать. Вот у меня вот так, но я все равно сделаю. Что мне делать? И тогда вы говорите, а вот делать надо вот так, вот так, вот так. А попробуй, получается? Попробуй, не получается. Давай вот это сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. Всегда обращайтесь к своим спонсорам только с одной просьбой. Что мне делать? У меня вот так. Я попробовал, у меня вот так. А не с жилеточным вариантом. Ой, у меня ничего не получается. Дело в том, что просто ваш спонсор скажет, ребята, мне даже с вами не очень интересно, у меня в это время есть 25 еще консультантов, которые хотят. Я что, держу на целый день слушать твои жилетки? Ну ничего подобного не будет. Итак, вы прочитали, что здесь написано, и это важно. И еще. Держитесь подальше от тех людей, которые пытаются уменьшить вашу значимость. Есть люди, которые говорят, да ладно, да там никто в своем арифлейме. Так поступают те люди, которые действительно сами никогда ничего не достигали, не достигают, и скорее всего, что не достигают. А вот великие люди будут всегда вовнушать чувства, стать великими. Поэтому, вложите себе в мозг вот такую информацию. Ваша зарплата всегда будет приблизительно равняться средней арифметической зарплате пяти ваших близких друзей. Поэтому попробуйте найти среди своих друзей как можно больше богатых людей. И пользуясь случаями, я хочу сказать, скопируйте их успехом. Скопируйте их все. Даже ради такого случая можно и не пожалеть денег, пригласить этого богатого человека и заплатить на него в ресторане или в кафе. Та информация, которая может быть с вами поделится, она может изменить вашу жизнь в корне. Она может превратить вас в миллиардера. По мгновению волшебной палочки. Вы можете услышать то, что слышали каждый день, хотели услышать, но не могли услышать. А здесь вы услышите эту информацию. Может быть, не совсем не обязательно. И если вы думаете, что этот человек успешный, он вам не дает информации, или же он как-то просто, принципиально, то, скорее всего, вы ошиблись, этот человек неуспешный. Этот человек временно достиг каких-то результатов, благодаря стечению обстоятельств. Ну, как у нас есть люди, которые случайно оказываются во власти, благодаря стечению обстоятельств они случайно оказались во главе власти. Ну, и, естественно, сами ничего собой не представляют, а удерживаются. Такое бывает иногда, это крайне редко, но в нашей стране, кстати, сейчас стало быть, к сожалению. Исключите этих людей от себя, убейте их подальше, они не дадут вам развиваться. Убейте тех людей от себя подальше, которые говорят, у тебя ничего не получится. Скажите им следующую фразу, не хочешь мне помогать, то хотя бы не вставляй палки в колеса. Не надо, не помогай, но только палки в колеса не вставляй. И не надо, пожалуйста, стараться меня, чтобы я убил свою мечту. Я не позволю тебе этого сделать. Никогда. Свою мечту я тебе не позволю. Итак, мечтайте о великом. Мечтайте о серьезных достижениях. Не мечтайте о уровне директора. Это неинтересно. Это не серьезно. Это одна из веха вашей жизни. Мечтайте об уровне бриллиантового директора, исполнительного директора, а еще лучше президента. Мечтайте. 24 группы. Это 24 ваших друга. 24 друга, которые захотят изменить свою жизнь. Которые поверят вам. Всего лишь 24. Не 250 тысяч, а 24. Можно найти 24 человека. И с этими 24 человеком только 24 сделать уровень президента. Да просто надо этих людей пригласить к вашему спонсору. Найдите людей, которые готовы слышать вас. И тогда летопись вашей жизни придет вам на почту. Итак, ребята, я сегодня рассказал вам все, что хотел сказать. Это очень короткое. У меня к вам большая просьба. Напишите, пожалуйста, отзывы где-нибудь в чате. Что бы вы хотели услышать? Готовы ли вы услышать информацию о актерском мастерстве? Интересно ли это вам? Какие вы хотели бы тренинги услышать? Что бы вы хотели еще услышать? Потому что я вам могу рассказывать годами, сидя у компьютера. Но я знаю, что информацию воспринимают люди обычно 30-40 минут, не больше. Это академический час. А потом не очень интересно становится. Да, Свет, я понимаю. Но мне интересно, чтобы была обратная связь. Что вам сейчас важно? Важно ли для вас это? Важны ли для вас какие-то вещи? Напишите в чате, и я прочитаю, мы все прочитаем, и мы будем готовить для вас специальные вещи. Итак, давайте мы следующий тренинг наш через 3 недели посвятим, наверное, актерскому мастерству. Я думаю, что на этот тренинг должны прийти люди, которые спикеры, и должны прийти те люди, которые хотели бы изменить все в своей жизни. Вы знаете, все находится в наших руках, а скорее всего в нашем языке. Все находится в нашем языке. Когда мой спонсор говорил, что это бизнес болтовни, говорили. Мы получаем деньги за то, что говорим. Это действительно так. Мы не получаем деньги за то, что мы бегаем и продаем продукты. Даже когда мы его бегаем и продаем, мы все равно говорим. Мы получаем за то, что мы делимся информацией. Поэтому, чтобы вас услышали, необходимо человека остановить. Первые 10-20 секунд, они предназначены для того, чтобы остановить человека и заставить вас услышать. Не слушать. Слушать можно, а остановить по башке, а мы стукли, а мы будут слушать. Услышать. Хотя, если по башке стукнуть, это вариант, кстати. А поверьте, это тоже вариант. Вас услышат. Потому что какое-то время доминанта будет направлена на вас, как агрессивный раздражитель. Итак, ребята, все. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. С вами был Игорь Негода.